Вопрос мультикультуализма и этнокультуры в Азербайджане сейчас очень на высоком уровне. Мы в этом области достигли больших достижений. И по линии руководства, и по линии шекл-ислама, и по линии фонда Гидара Алиева в Азербайджане было проведено очень крупномасштабные конференции. И после проведения этих конференций в Баку был объявлен Центр этнокультуры, Центр ислама. И в этих конференциях сам участвовал и сам президент, господин Илхам Алиев. С этой точки зрения, такая же конференция была проведена в июле месяц в Кубе. Под патронажем фонда Эсмеги, под руководством фонда Эсмеги, было проведено огромные конференции. И в этом конференции участвовали очень крупные ученые в области права, в области философии, в области этнографии и культуры. Было очень много гостей, гости из Израиля, гости из Америки, из Европейских стран. Были гости из самого Азербайджана. Участвовал в нем директор института философии и Академии Азербайджана. Участвовал председатель союза писателей Азербайджана, Академики, депутаты Мили Мезлиса, очень знатные люди, интеллигенции района, и в том числе интеллигенции Красной Слободы. Конференция проведена на высоком уровне и имела огромное значение. Я знаю, что в итоге этой конференции будет издана книга, и в этом книге будут печатываться все эти речи и выступления ученых, и глава руководства района, и других участников этой конференции. Конференция еще раз доказала, что на самом деле Азербайджан в центре внимания мира в области этнокультура. На самом деле Азербайджан имеет огромный опыт. Это не мои слова, даже не слова наших ученых. Ученые, видные ученые, приехавшие к нам в Азербайджане в таких видах конференций, они сами подтверждают, что нам надо взять огромный пример, большой пример у азербайджанцев. Во-первых, в Азербайджане жили очень многие представители многих наций и национальностей, в том числе в этом маленьком нашем кубинском районе живет больше 25 национальностей. И поэтому руководство ЭСМЕГИ правильно избрал Кубы для проведения такого масштаба конференции. И сказал, что там кроме евреев участвовали представители других национальностей. Этнокультура, вот эта толерантность сегодня наравне, считайте, с демократией. Это признак демократии в обществе. Поэтому после приобретения самостоятельности в Азербайджане, как в других областях, и в этом области руководство государства выделяет огромное внимание. Огромное внимание. Не только руководство, Академия наук здесь играет огромный ролл. Вот аппарат президента во главе Академика Рамиз Мехтьева. Очень много выделяется внимания в этой области. Сдаются очень много монографий. Проводятся очень крупномасштабные конференции. Приезжают к нам даже не только ученые, которые много лет работают в этих областях и ведут научные работы. Даже высшие религиозные деятели мусульманских стран и других европейских стран приезжают для проведения этой конференции. Поэтому мы благодарим фонда Эсмеги во главе нашего земляка доктора Захаряева Германа за проведение такой конференции. Мы скоро, конечно, увидим, я знаю, что увидим труд этой конференции как в целом, как книга. И она будет иметь огромное значение для студентов в университетах. Она будет настольной книгой. Потому что сегодня во всех мирах, даже институты, которые занимаются правой человека, и в ОБСЕ, и в других европейских странах, они первый признак признают положение, уровень толерантности в этих государствах. После приобретения, после развала Советского Союза, после приобретения независимости в Азербайджане, ну, естественно, уже все законы, они уже пришли на рыночную экономику. Уже не было централизованного бюджета. И поэтому, как в других регионах Азербайджана, в Кубе тоже, в Краснодаре, наши переуспевающие бизнесмены, у кого есть возможность, они помогают своей родине, своей отчизне, своей местной, где они сами проживали, где родились и где учились. Вот этот парк, который мы сейчас видим, и который мы сейчас здесь стоим, это вот этот, благодаря и фонду Эстмеги, и других наших переспывающих бизнесменов, которые, они вот эту деятельность, их недеятельность сейчас сегодня, мы видим только в Москве, в России, в регионах России, они, вот из их финансовой помощи, вот мы изобретили вот этот парк, вот она стала сквер, самый молодой такой, и мы его переименовали в честь 90-летия рождения великого нашего национального лидера Гейдара Алиевича, назвали его сквер или парк, как говорят, как хотите его понимаете, вот именно Гейдара Алиева, это ихния, ихния инициатива, по ихними инициативам мы создали вот этот парк, и сегодня народ краснослободинцы, не только краснослободинцы, даже приезжают, спускаются из города Кубы, здесь отдыхают, здесь вы видите, вот этот, она такая компактная, но многопрофильная, компактная и многопрофильная, для ветеранов есть специальная местность, ветераны войны, ветераны труда, люди Аксакалии сидят, отдыхают, для молодежи есть отдельная, для детей тоже есть отдельный такой маленький уголок, типа маленький отель гостиничный для гостей, она по размеру она маленькая, не как общинный парк, как в крупных городах, но очень интересная, очень интересная и очень уютная. Мы благодарим этим ребятам, нашим ребятам, кто нас финансировал, кто поддерживал, вот этот, вот этот, для полностью заканчивания этого парка, я от имени своих, одна, сельчанов, слободчанов, и как депутат Мили Межлиса, я им благодарю, это очень хорошая инициатива, это называется месенатство, не у всех бизнесменов бывает такое широкое сердце, чтобы они могли со своего, вот этот, финансовые возможности использовать, или израсходовать для своего рода, но такая традиция у наших ребят есть, я знаю, что эта традиция еще раз будет продолжаться.